Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в прямом эфире мы с Дмитрием Альшанским, психоаналитиком Дмитрием Альшанским. Добрый вечер. И мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. Это тема, мы говорили об эгоизме, а сегодня мы поговорим об селфи и эгоизме. Селфи, скажем, в западных языках, я так понял, в английском, что слово эгоизм, оно как-то вот со словом селфи связано. И селфи вообще сам, самолюбование, и вообще со словом сам, то есть мы эгоизм как бы от латинского слова образовываем, а у них селфи гораздо ближе к эгоизму. Ну и поскольку мы хотим говорить о селфи, не разбирать причин, почему так получилось, просто вот уже так получилось, уже просто миллионы и миллионы, подписчиков друг на друга, миллионы этих публикаций, миллионы просмотров, и такие глупые просмотры, и пустые совершенно, но они есть, и как они влияют на нашу жизнь. Ну вот, и заодно, я думаю, что как раз Дима это предложил, поговорим о нарциссизме. Это близкие понятия, ну так что по-русски сказать самолюбование, можно сказать так, Дима? И ещё пару слов про вчерашний день, вчера, 14-я неделя, она была, значит, читалась отрывок из евангельской притчи о брачном пире, это знаменитая притча, когда хозяин приглашает гостей, и у всех гостей на брачный пир, и у всех гостей оказывается какая-то причина, каждый был эгоист в каком-то смысле, что он говорил, у меня там вот валы куплены, надо посмотреть, у меня там земля, у меня там какие-то, в общем, каждый находил причину для того, чтобы отказаться. Ну, в общем, все знают, в прошлом году и позапрошлом году мы разбирали подробно эту притчу, в прошлом году, по-моему, даже с Георгием Ковалевским, вот, и, в принципе, заканчивается она тем много званых, но мало избранных, вот, и мы про эгоизм, как бы вот этот, перекладываем от этой притчи мостик к эгоизму, и хотим поговорить на эту тему, потому что, конечно, с кем говорить, как мне с психоаналитиком, который часто-часто слушает, ну, такие светские, я скажу, «исповеди» в кавычках, да, ну, людей, которые рассказывают о себе, о своих проблемах, играют на эго, что такое я, вот, кто такое я и вообще, зачем это, вот. И меня больше всего интересует, скажем, меня самого интересует, зачем, что, что исправляет, вот, что, что при помощи селфи чего достигает человек, почему такая популярность, вот, значит, это зачем-то нужно, вот об этом мы и спрашиваем Дмитрия. Да, да, есть такой прекрасный афоризм в околопсихоаналитической среде – проблемы не у тебя, а у того, кого ты называешь самим собой. И этот афоризм как раз иллюстрирует нам, что такое нарциссизм, да, когда человек к нам приходит и начинает жаловаться, рассказывает о каких-то проблемах, рассказывает о каких-то переживаниях, чувствах и эмоциях, он рассказывает о том персонаже, которым он сам себя представляет. И вот здесь, конечно, ключевое слово персонаж, потому что каждый из нас ошибочно отождествляется с каким-то воображаемым, как Лакан говорит, имажинер, да, с каким-то образом, имиджем, представлением о том, кто, собственно, есть я. Когда человек вам начинает рассказывать про себя, он вам как раз про этого персонажа, на сцене социальных отношений и рассказывает, когда он вам говорит о своем возрасте, например, ну вот в моем возрасте там уже вот это делать поздно, а вот это еще рано. Или когда он вам о своем поле начинает рассказывать, ну вот я женщина или я мужчина, и стало быть мне предписаны какие-то роли, ответственности, долг и все остальное. Если он вам рассказывает там о своей национальности, вере, ну и все остальные идентичности, какие только можно у человека найти, это все воображаемые представления, которые мы ошибочно на себя надеваем, точно так же, как одежду, ну а дальше начинаем играть роль того персонажа, чью маску ты на себя примерил. И чем Жак Лакан вошел в историю психоанализа, он как раз описал, и это понятие прежде всего с его именем связано, стадия зеркала, когда человек в возрасте от полугода до полутора лет научается себя идентифицировать с каким-то вымышленным персонажем, который он называет «я». Ну, понятно, что стадия зеркала довольно условна, потому что в тех культурах, где зеркал нет, у них тоже какое-то представление о себе и о личности существует, и они просто как-то иначе себя собирают. Но для него принципиально как раз изображение. Вот я вижу какое-то изображение и называю себя «я» по ту сторону зеркала. И дальше вот интересный такой аспект, что нахожусь-то я вот здесь, а мое «я», моя личность, она где-то в другом месте, а именно в моих представлениях, в моем воображении. И я себя кем-то воображаю. Мужчины средних лет, русской национальности, который сидит в студии прекрасного «Радио Мария» и что-то такое вещает, и те, кто меня сейчас, быть может, слушают, может быть, даже такие люди есть, я их себе тоже как-то воображаю, как-то представляю. Хотя по большому счету я разговариваю с моим прекрасным другом Римом, но у меня есть фантазия о том, что нас кто-то подслушивает, и мы что-то такое им рассказываем. Даже не то, чтобы подслушивают, просто слушают, принимают участие в наших беседах. Это у нас в голове, да, это мы себе представляем. Вот точно так же и самого себя. Я себе представляю. А дальше любопытная такая штука. Вот это и есть нарциссизм. То, с кем или с чем, с тем призраком, с которым я себя отождествляю, я начинаю им любоваться. Когда вот мне пересказывают этот миф о нарциссе, я всегда обращаю внимание на то, что прекрасный юноша увидел в пруду отражение самого себя. И влюбился он совсем не в себя. Влюбился он в отражение. И вот это тот самый нюанс, на который нужно обращать внимание. Отражение – это всегда другой. Отражение – это всегда кто-то отличный от меня. И именно поэтому селфи стало одной из самых больших психологических проблем 2017-2018 года. Наибольшее число обращений к психологам, психотерапевтам и психоаналитикам было связано именно с этим. И это число побило рекорд депрессии. Все последние 15-20 лет номер один заболевание, конечно, депрессия. А тут оказывается, что вот эти себяшечки и зависимость людей от фотографирования вы даже представить не можете. Человек там в сутки делает более тысячи снимков самого себя. Тысячи? Сутки. Ну, то есть это буквально каждую минуту, несколько снимков он выкладывает непрерывно. Я вот вздохнул, я выдохнул. Теперь вот я на часы посмотрел, почесался. Значит, тут вот я один шаг сделал, второй шаг сделал. Постоянно себя фотографирую. То есть это жизнь онлайн в прямом эфире практически. Но это же не любовь к себе, а любовь к изображению себя. Вот это тот нюанс, который мы редко замечаем. А можно еще один нюанс? То есть вот изображение, вы сказали, изображение и образ себя, изображение себя и образ себя. Они же близки себя, а образ, в принципе, икона себя. Значит, это нечто сакральное для меня самого. Ну, да, как вот это связывается, потому что, в принципе, значит, ну, например, девушка при помощи воображения воображает себя. Она видит какой-то товар, скажем, кофточку какую-нибудь или рубашечку, кофточку. Так и мальчики тоже. И мальчики тоже, да, да. Ну, вот, и она, значит, как бы, то есть воображает себя в этой кофточке. Вот в этой кофточке она будет точно счастливой, востребованной, прекрасной и так далее, и так далее. Покупает ее, вот, тратит деньги. А в результате оказывается, что к этому, к этой кофточке еще нужно приложение, приложить еще приложение. То есть свои какие-то усилия, там, спортом заниматься, еще чем-то, еще чем-то. У Тэфи, помните, рассказ про шляпку, да, она покупает, а потом оказывается, что нужно и платье другое, и пальто другое, к этому нужен и гардероб, и гостиная другая, и квартира другая. В итоге и муж тоже другой нужен, и, в общем, место жительства она меняет, разводится и так дальше, да. То есть вот вам пример того, как один фетиш может поменять всю жизнь. Да, вот я, собственно, об этом и сказал. В образе себя, да. И вы очень верную вещь заметили, что человек-то ведь это тоже образ Всевышнего, а любой образ это фейк. Вот, поэтому мы это фейк бога вообще, даже жалкое подобие, которое там даже несопоставимо. Да. Не всегда жалко. Ну, его глазами, видимо, видимо, да. Ну, несопоставимо, действительно. Ничтоженное, да. Голое двуногое животное. Так и вот, в этом основная проблема, что человек начинает заботиться не о себе, а о своем изображении в глазах кого-то другого. Как я выгляжу для него? Как я выгляжу в глазах общества? Как я выгляжу в глазах своей семьи, своих родителей, моих школьных учителей или какой-то другой референтной группы? Какая разница, да? В любом случае, вот, это, мне кажется, один из фундаментальных разломов современного общества. Люди не думают о себе, они думают о своих образах. И это их начинает захватывать и поглощать огромную часть времени. Они начинают тратить на то, чтобы выглядеть в глазах другого каким-то соответствующим, положенным, одобряемым образом. И у Мишеля Фуко есть такое понятие, вот, забота о себе. И он говорил как раз о том, что человек заброшен и не заботится о себе. И то, что называется «соа си ду сюа», да, вот, это то, что мы потеряли. То, что было в центре жизни древнего грека, например, да, забота о самом себе. Им было совершенно неважно, как кто выглядит, хотя самая эстетическая культура, которой слова «эстетика» не было. На греческом языке нет слова «эстетика», но именно Греция подарила нам понятие эстетики, да. В современном мире мы утратили «соа си ду сюа», и мы занимаемся тем, что называется «соа си ду муа», забота о моем внешнем облике, изображении, отражении и так дальше. Поэтому мне нужно, чтобы меня отражали и лайкали. А как я изнутри себя при этом чувствую, это как будто неважно. Может быть, здесь есть вот такой момент, то есть, когда мы говорим про образ себя, образ себя, мы не просто его воображаем, мы его покупаем, этот образ себя, его продают, вот, его рекламируют, потому что, в принципе, вот эти вот бренды какие-то, вот эти, ну, там, назначенные, там, мисс такая-то, мистер такой-то, в общем, это некий образ, на который мы примеряем свой образ и в результате отождествляем, и в результате стараемся им быть. Например, если показывают там, не буду говорить имя называть, но какую-то популярную там с миллионами там публикациями женщину, женщину вот таких-то размеров, таких-то форм, и тут же предлагается куча услуг, что вот ты можешь купить там дота, билеты. Такие же брови, как у нее, да, такие же губы, как у нее. Да, 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 и остальное, да, все остальное. Всех шестерых детей, да, которых она усыновила, вы тоже можете купить в комплекте. Да, да, а вы понимаете, что вот любая личность так и устроена, да, потому что нас как воспитывают, там, хороший мальчик должен быть таким-то, таким-то, таким-то. Набор услуг, перечень качеств. У нас звонок есть. Да нет, пока еще нет. Нету? Есть звонок, да, я понял. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Добрый вечер, меня зовут Владимир, а я хочу небольшую ремарку по поводу того, что сказал Дмитрий. И можно вопрос Дмитрию не по теме сегодняшней, а? Пожалуйста, да. Ага, ну вот, значит, по поводу депрессии, что они увеличиваются в количестве в мире, скорее всего, просто расширяются диагностические критерии, это очень выгодно всякого рода и психоаналитикам, и психиатрам, может быть, меньше, но психотерапевтам, психологам, потому что, собственно говоря, я все эти фишки слышал еще в конце 70-х, начале 80-х, что все очень здорово в плане депрессии в мире увеличивается, и, честное слово, не надо тут даже знать математики достаточно, арифметики, вот к этому времени весь мир просто депрессировал. Но такого не случилось, все идет по синусоиде, как говорят солидные ученые, любые психические, психологические проблематика, она, в общем-то, по синусоиде, в общем-то, больше фишки связаны с тем, что меняется критерий диагностики. А меня очень удивило, Дмитрий, вот вы сказали, я случайно передачу послушал, эх, в субботу ваше было там интервью, да, Жукова вроде вела Софья, и вы сказали, что психоанализ – это 100% научная дисциплина. Но смотрите, во-первых, значит, огромное количество ученых, да и просто клиницистов-психиатров, они напрочь выводят за рамки научной дисциплины. Разная аргументация, но суть не в этом. Давайте вот так, вы сказали, что, значит, нет понятия нормы в психоанализы, так вот это ключевой момент для того, чтобы дисциплина была отнесена к научной. Можете раскрыть монографию Менделевича Владимира Давыдовича, да, вот он, клиническая психология, и в разделе сексологии, да, там как раз, как ни странно сказано, многие относятся к научной дисциплине, а он говорит, что из-за того, что не определена норма, поняю, вот именно применительно ко всем этим вещам, эта дисциплина не является научной. И, собственно говоря, из-за этого мы же ведь никак не можем установить на уровне статистических исследований вот это самое, то, что является это достоверно научным фактом или нет. Поэтому я не против психоанализа, как и многие другие, пусть будет, но к научной дисциплине его относить, ну, по меньшей мере рановато. Все, бог в помощь. Спасибо. Да, несколько интересных вопросов вы задали, давайте по порядку. Может, я присоединю еще тут. Тут недавно буквально в интернете появилась запись лекции. Известный такой человек по фамилии Мазин, вы, наверное, знаете, он предисловие писал, помимо Черноглазова, писал предисловие к трудам Лакана и писал что-то о Лакане. И вот он буквально свою лекцию, это было, ну, на прошлой неделе, наверное, где-то, я не знаю, но в интернете это есть, значит, вот. Я у себя на страничке выложил, кстати. И он начинает с того, что психоанализ, собственно говоря, не наука, поэтому что мы будем об этом говорить? Это искусство. Нет, ну, философу Виктору Аронычу, в общем, виднее, он может считать так. Мы, психоаналитики, считаем иначе, да. Отвечая на вопрос, я даже не знаю, с какого начать, про депрессию или про научность. Ну, про депрессию же понятно, он сказал, синусоиды, когда люди живут лучше, кстати, такая парадокс, депрессии больше, когда живут хуже, депрессии меньше. Нет, не обязательно. В довольно развитых и хорошо обустроенных странах, типа Финляндии, Швеции, Норвегии, там, Норвегия вообще самая благополучная страна на нашей маленькой голубой никчемной планете, да. Вот, однако уровень депрессии высок. Почему? И это напрямую связано с тем, о чем я говорил, с нарциссизмом. Потому что, когда тебе либеральная идеология говорит, что ты сам self-made, сам себя сделал, да, и все в твоих руках, и ты, находясь вот в точке бифуркации, можешь повернуть налево, можешь повернуть направо, можешь заняться бизнесом, можешь продавать пирожки, можешь там быть сотрудником, служащим, вот как угодно, кем захочешь, тем и станешь. Ну, так а дальше больше. Ты можешь там создавать семью или не создавать семью, можешь выбрать пол себе, можешь стать мальчиком, можешь стать девочкой, ну, ничего же не запрещено, все возможно, да. Вот такая либеральная идеология. Ты можешь выбрать себе любого партнера, любой пол, любую внешность. В азиатских странах сейчас самая распространенная операция – это по смене радужки глаза. Потому что у них преимущественно карие глаза, а модно иметь голубые, зеленые. И вот это самое дорогостоящее, при этом довольно сложная операция, потому что там бывают и летальные исходы. Это не просто косметология там, да, а просто так линзы носить они не хотят, они хотят по-настоящему стать голубоглазыми. Вот это дорого стоит, сложно оперировать, и мало клиник за это берется. Ну, вот это очень популярно. Я уже не говорю про пластические операции, там нос исправить, брови, там веки поднять. Я сейчас вклиню, чтобы... Азиаты это любят. Чтобы нас вернуть вот в то начало, в которое вы начали. Человек может быть сам себе режиссер, сам себе сценарист, сам себе актер, сам себе судья, ну вот, и сам себе создатель. Вот, и в результате я просто хочу процитировать Александра Мелихова, может быть, вы знаете такого, исповедь еврея и прочее, там, горбатые атланты. Вот он в одной из книг своих он написал, он вообще руководитель клуба, который занимается помощью потенциальным самоубийцам. И он писал про самоубийство, вот что вот такое отношение к себе, вот... Напрямую ведет к самоубийству. Напрямую ведет, да, к депрессии, а потом и к самоубийству. И желание жить. Да, вот это истина, которая становится понятна вообще абсолютно всем. Если ты сам себе создатель, или в твоих руках находится все, но... И там себе судья еще. А стало быть, твоя жизнь принадлежит тебе, и ты можешь ей распоряжаться, как захочешь. Вот, можешь себя оживить, можешь себя умертвить. Ну, ты же сам себе хозяин, self-made man такой, да? Вот оно селфи, да, где берется. И тогда вся ответственность только перед тобой лежит, и никто тебя не может упрекнуть. А поскольку ты эгоист, то ответственность перед ближними своими, ее нет практически. Вот, здесь в скобочках скажем, что в последние годы понятие шейминг становится очень таким раскрученным, распространенным. И это считается очень плохо, когда ты кого-то пытаешься в чем-то пристыдить. Вот, если человек вышел на улицу голый и, значит, справил малую нужду посреди Дворцовой площади, это не он плохо поступил. По-русски стыдизм был, шейминг, стыдизм. Да, кого-то стыдить. Так вот, это не он плохо поступил, а когда ты его в этом упрекаешь и говоришь, как тебе не стыдно, вот ты плохо поступаешь. Ну, с ног на голову. Вот, и шейминг становится чем-то очень-очень плохим. И кому-то сказать, как тебе не стыдно, вот это очень плохо. Ну, так вот, если ты сам себе судья и сам себе создатель, то тогда и вся ответственность за все происходящее в этом мире лежит на твоих хрупких плечах. И тогда получается, что ты ответственен абсолютно за все. За курс евро, за баррель нефти. Если у тебя в жизни что-то не клеится, и у тебя уже нет опции побыть просто простым смертным. Чего-то знать, чего-то не знать. Чего-то уметь, чего-то не уметь. Иногда проявлять активность, иногда полениться. Ну, как всем нам, да? Вот. Иногда быть хорошим, иногда плохим. Ну, человеку свойственно, да? Эрара хуманумэс. Вот. У тебя уже нет такой опции, потому что ты Атлант, который расправил плечи, да? А, НРЭД. А, да, НРЭД, да, да. Причем там английский перевод, по-моему, не расправил, а как-то тряхнул плечами, там, по-другому. Она плохо знала. Она плохо знала англий... Не плохо знала, она просто изначально русскоязычная барышня. Да, девушка же, ну, конечно. Да, да, да. Вот. И если ты Атлант, то все лежит на твоих плечах. И ты ни на секунду расслабиться не можешь и просто побыть простым человеком. И в чем-то ты силен, в чем-то ты слаб. Вот. У человека нет опции. Побыть слабым иногда, да? Побыть не... Иногда попросить о помощи, иногда посоветоваться. Это коммуникация какая-то, да? Этих всех опций нет, потому что ты полубог, ты герой, и тогда это невыносимая ноша. И понятно, что тебя этими кирпичами рано или поздно придавливают. Вот вы так сейчас говорите, рассказываете, ну, как бы вот ориентируя на ту, как бы забугорную, зарубежную публику. Да какая наша русская девушка-то. Да, да, нет. Но у нас то же самое. Скажем, тот же самый Александр Белихов. Мне очень понравился... Это пример запоминающийся. Мне понравился вот этот вот... Вот этот вот непонятный стыд перед самим собой, но не перед кем-то еще. Значит, вот... Он сказал, что чрезмерное вот это вот взваливание на себя, на плечи какой-то ноши. История такая. Его мама рассказала. Подруга... Не подруга, а знакомая мамы собрала гостей. Это какое-то еврейское местечко в Белоруссии или там где-то в тех местах, да? Собрала гостей, позвала там, накрыла стол и все прочее. И вот, видимо, она что-то поела или что-то с ней случилось. Она при гостях, когда там какая-то тишина или молитва идет, она нечаянно испустила газы. Но громко очень. И она до такой степени это переживала, пережила, что, в принципе, она вот тут же практически вышла и пошла в соседний сарай, там повесилась. Вот вроде бы такая, знаете, как бы вот трагическая история, ну, немножко с такой смешинкой, что называется, потому что овчинка в илке не стоит, но вот до такой степени вот эта вот неспособность, человек, наверное, сам не мог простить такое. Поэтому и кому-то другому. И поэтому сам себе не простил и сам себя наказал. Кто ты, чтобы сам себя наказывать? Вот это неверующий человек так мог сделать, потому что верующий мог бы попросить прощения у Всевышнего, и Бог и не такое терпел. И простил бы. Это следующая проблема современного мира, которая заключается в том, когда у тебя на плечах вот столько всякой ответственности и долгов непонятно перед кем навалено, тебе не к кому совсем этим обратиться. Ты не можешь апеллировать ни к судьбе. Неверующие люди, они даже к Богу не могут апеллировать и сказать, Господи, за что мне все? Как, например, многострадальный Иов. Он все-таки может спросить, а за что это все? У него есть тот большой другой, с которым об этом, обо всем можно поговорить. И тут любопытная такая деталь, что чем более демократическая страна, тем выше депрессивность, потому что апеллировать некому. А чем выше тоталитарность и авторитарность страны, то тогда можно сказать, а, ну так это наш великий Цезарь просто напортачил, да? И можно хоть какую-то часть ответственности переложить на его плечи и тут побыть обычным, нормальным, слабым гражданином. Не я за все отвечаю, это наш великий Цезарь-негодяй, поэтому вот так вот. И в этом очень повезло нашей родине. Вот, мы можем часть ответственности со своих хрупких плечей переложить на на диктатора. Поэтому я совершенно согласен с тем, что вы сказали, да, вот этот либеральный дискурс прямиком ведет и дальше две тропинки. Либо просто остановите планету, я сойду, и это про суицид, либо депрессия, которая, в общем, про то же самое, про психическое самоубийство, да, меня нету, я выключился, я не участвую в ваших играх, я не буду ходить на работу, не буду строить отношения, не буду брать ипотеку, меня вообще нету. И тот же самый механизм примерно, что в животном мире, да, когда опасность превышает настолько, что не бежать, не сопротивляться, ты уже не можешь, животное прикидывается мертвым. И депрессия, это как раз вот такой психологический способ прикинуться мертвым, меня вообще нету. Поэтому я не буду ничего решать, не буду ни за что отвечать, никакой выбор делать не буду, не буду говорить ни да, ни нет всем тем обязательствам, которые на меня навалились или мне навязаны, кем навязаны, да, воображаемыми вот этими самыми инстанциями. Про то, что ты должен развиваться, должен самореализовываться, должен делать карьеру, вот, ты такой внутренний протест показываешь и говоришь, я никому ничего не должен, меня просто нету, отстаньте все от меня. А тут возникает два вопроса, можно ли вот, например, в связи с этим сказать, что, ну, скажем, то само селфи, в таком широком понимании, селфи, значит, эгоизм сам, да, вот, что тогда вот человек делает самого себя своей целью, неважно, влюбился он в свое, там, в образ себя, там, зеркало, или в отражение на воде, или где-то еще, да, вот это, с одной стороны, если как бы, вот на индивидуальном, когда уровне человек, цель самого себя, это же становится потом скучно, все, ты, конечно, ты смотришь на что-то, там, пытаешься, вот этот образ себя тебе, причем образ себя тебя продают, мы только что об этом сказали, да, и ты обязан его еще перепродать, опубликовать свое, свое изображение, и там кто-то там налайкает, и второе, культура, когда она объявляет себя собственной целью, способна ли она вообще какой-то, какой-то жизни долгой, например, если цель, сама культура, искусство ради искусства. Вот мы теперь подходим к теме селфи-мани, да, который постоянно селфится и постоянно себя выклад, вы верно сказали, он нуждается в лайках, то есть это признание, кто-то должен подтвердить, что я существую, вот это значит, что, это значит, что образ человека не инкорпорирован, он не уверен в том, существует ли он на самом деле, и вот если меня видят, меня признают, меня замечают, меня лайкают, в инстаграме есть такая опция, да, там можно посмотреть, кто видел твою историю, да, то есть ты видишь, видишь зрителей, я вот пару недель назад освоил эту, значит, прекрасную игрушку, теперь развлекаюсь, развлекаюсь, да, вот, там не просто лайки, ты можешь увидеть тех, кто тебя видел, это вообще прекрасно, конечно, да, и вот они должны удостоверить, что я существую, почему, потому что я сам не уверен в том, что я существую, и если я закрываю глаза, то я пропадаю при этом, я делал селфи-снимки, да, ну, например, но вы и без этого прекрасно живете, да, мне как бы не обязательно, то, что я, то, что я есть, я сам про это знаю, да, и, значит, и любовь ко мне не обязательно моя, там, если я, есть жена, есть дети, там, внушка, самое главное, что у вас есть большой другой, который знает, что вы существуете, да, и даже если вы нигде не будете отражаться, фотографироваться и вообще останетесь один посреди пустыни, он все равно будет знать, что вы есть. Помажет мне рукой. Или, или что там у него. Или подождать, или что-то вручить. Вот, то есть это говорит о том, что у человека нарушена самоидентичность, он не уверен в том, что он существует, и это, это обратная сторона медали как раз, да, если на твои плечи слишком много долгов и обязанностей навалено, ты хочешь этим поделиться, и вот-вот при помощи селфи, ты это делаешь. В общем, так получается так, что, в принципе, мне все хочется как бы вот какую-то практическую пользу из этого извлечь, например, вот существует селфи, я фотографируюсь там, друзья фотографируются, другие люди фотографируются, и вот мы только что говорили о том, что вот такая зацикленность на самом себе, она в конце концов приводит, вот я, к самоубийству, к депрессии сначала, такой перманентной, которая постоянно увеличивается, и потом вот эта любовь, она тогда, она больше напоминает некую наркоманию, который, а для наркоманов нужно постоянно увеличивать дозу этой любви, конечно, в кавычках, вот, и вот я, знаете, что хотел бы уточнить, да, любовь, но не к себе, а к изображению, к изображению, и вот в этом принципиальная разница, люди, ну, любовь к образу себя, не себя любят, а образ себя, а образ, вы верно сказали, он продается, он навязывается, тебе говорят, как ты должен выглядеть, навязывается чаще всего, раньше говорили, что ты должен устроить светлое будущее, теперь говоря, что такое разноцветное будущее, капиталистическое, а до этого было социалистическое, коммунистическое, ну вот, человек теряется, я, в принципе, ничего не строю такого, я не строил раньше, в принципе, я только занимаюсь, мне ближе всего мои близкие, понятно, друзья, близкие. Лучше всего строить своих близких, да, нарожать детей и строить их, чем я с большим удовольствием занимаюсь, да, любой, любой образ, он кем-то нам преподнесен, до самого начала, нам показывают что-то в зеркале и говорят, это ты, и уже с этого самого первого момента нас настигает вот эта иллюзия, как же так, я вот здесь, а тебе говорят, ты там, в большинстве европейских языков есть вот эта четкая разница, I и me, да, je и moi, по-французски, вот я здесь, но в то же время изображение мое вот там, ну, по-русски это одно и то же слово, я, да, вот, и за самого себя я ошибочно принимаю изображение, а дальше начинаю обслуживать это изображение, чтобы оно красиво выглядело, чтобы у него бицуха была подкачана всегда, там, стрижка какие-то, очки новые, чтобы у него были, я начинаю обслуживать этот образ, и вот это самое большое заблуждение, поэтому психоанализ очень близко здесь соприкасается с религией и с буддизмом в частности, который нам говорит, что любой образ самого себя это иллюзия, и все, что ты называешь вот окружающей реальностью, это поток тхарм, который тебя вводит просто в заблуждение, и если ты хочешь обрести нирвану, то просто перестань об этом думать, и перестань желать приобрести то, приобрести это, попробовать это, съездить туда, кофточку купить, как вы пример привели, потому что причина наших страданий в том, что мы начинаем обслуживать призрак, который не является мной собой. Как говорил Лев Николаевич, Лев рассказывал, что надо просто, человек сел, сложил ножки калачиком, и начал со страшной силы ничего не желать, ну вот это. Так это самое сложное. Да-да, я вот, значит, вопрос у меня такой, мы сейчас говорим о таком визуальном аспекте, а есть же еще вербальные и другие аспекты вот этого селфи, образа себя. Вот я хочу спросить, как психоаналитик, что вы можете сказать о том, что, ну вот, ну то есть образ себя, от которого хочется получать именно удовольствие, может быть, дневники, там всякие жжжурналы, и даже возможно какое-то там, не знаю, самоудовлетворение при помощи каких-то спортивных занятий, самых сложных, самых примитивных, ну да, сам с собой там, не знаю что, и, может быть, это тоже селфи своего рода такое. Ну так это совсем другое, нет, вот понимаете, когда начинаешь вести дневник, а потом его перечитываешь, вот я постоянно себя ловлю, я люблю перечитывать мои дневники, когда мне было там 14 лет, 15, еще младше моего сына. То есть дневник нельзя назвать образом себя, ты же его зафиксировал, он как фотография остался. Он зафиксирован, но когда ты это перечитываешь, ты себя там узнать не можешь, ты думаешь, боже мой, какой интересный мальчик это все писал, а кто это такой, дай-ка я познакомлюсь. И оказывается, что ты совершенно не узнаешь себя в нем, в отличие от фотографий. Ты смотришь фотографию и думаешь, ну да, морщинки прибавились, но в общем-то там мордочка... Вот вы живете до моего возраста. Я иногда в зеркало смотрю, думаю, господи, кто это? Кто это? Да. Так вот, мне кажется, что здесь принципиальная разница, когда речь идет о символической идентификации, дневник, рассказы, стихи, писать пьесы и так дальше. Ты каждый раз разный там, и ты каждый раз обнаруживаешь себя в разной сборке. Вроде бы это ты писал, почерк вроде бы твой, и какие-то образы там тебе знакомые, какие-то чувства и переживания вроде бы когда-то тобой испытаны, но ты не можешь с ними отождествиться, и ты не можешь себя в них узнать. Вот это то, например, в чем я себя постоянно ловлю, когда какие-то свои юношеские подростковые дневники читаю. Это не я. Но в то же время я помню, что я это писал, и вот вроде бы каракульки-то мои все, в письме в символическом порядке ты находишь множественность, ты совершаешь какие-то ошибки, оговорки, описки, и каждый раз, когда ты перечитываешь, а вот это я написал потому-то, потому что в то время у меня, видимо, там что-то происходило с родителями конфликты, с девочками, со сверстниками, вот, и ты начинаешь это припоминать. И тут оказывается, что ты очень разный, в отличие от изображения селфи, где ты, в общем-то, всегда похож на себя. И человек, который селфится по сто, по тысяче раз в день, он что ищет? Он ищет как раз неизменность, некое постоянство. А тот ли я, что был секунду назад, а тот, который вчера был, это по-прежнему я, тебя лайкают, лайкают, лайкают. Да, значит, какая-то континуальность моего воображаемого регистра, она присутствует. В письме прямо противоположное. Ты находишь множественность себя. Я вот такой, а еще я такой, а еще я вот такой. А здесь я могу какие-то, там, трогательные любовные чувства переживать. А здесь я очень агрессивен. А здесь вот я нападаю на кого-то. А здесь я спорю с кем-то. А здесь я извиняюсь. А здесь мне стыдно. Вот. И там ты находишь, что ты множественность. И какого-то одного стержня, на который это все одевается, его просто не существует. Да, ну вот я по поводу, я все думаю, как бы вот из этого излечь какую-то конкретную пользу, чтобы что-то можно было делать. Ну, например, ну вот странная такая вещь. Я недавно прочитал наш Каюмович Шакуров, актер, да. Вот. Он был в Китае. Сергей. А? Сергей Шакуров. Сергей, да. Сергей Каюмович. Выскочила слова. Вот он был в Китае, и он приехал и поделился своими впечатлениями. Его пригласили в семью, в которой там ну там четыре, там бабушка, большая семья, бабушка, дедушка, мама, папа и четверо детей. Ну вот. Они сели за стол, стали как-то там общаться через переводчика, как-то и они знали там русский язык. Ну вот дети вытащили свои эти гаджеты, телефоны, как вообще, как везде. Вот уткнулись туда и что-то непонятно, не принимали, естественно, никакого участия в беседе, а просто что-то такое там промыкивали и как бы отбрыкивали, что называется, от того, ну что, когда родители с ними разговаривают. С одной стороны, конечно, это, ну может быть, какая-то невоспитанность или там еще, ну когда, то есть садишься ты, допустим, я с вами сяду, буду там ужинать или обедать и возьму, буду заниматься этим, смотреть в телефон, что-то мне пришло. Вот это, конечно, нехорошо. А с другой стороны, так часто бывает. Я вижу, везде вот там, допустим, на поликлинике приходится бывать, и там иногда бывает там бабушки с детьми, чаще днем бабушки ходят, значит, с детьми, там никак. Вот хотелось бы хоть приблизительно, хотя бы в какую сторону ход, чтобы вот этого избежать, чтобы живое общение стало ценнее, чем вот это неживое общение. Ну, этого никогда не было. В традиционных семьях детей всегда сажали отдельно. Взрослые разговаривают о своем, значит, дети о детском. И это, наверное, правильно. Не надо всех сажать за один большой стол. Если мы с вами соберемся за ужин мы посадим наших подростков, детей, им там будет скучновато, да, у них какие-то свои истории. Они будут между собой что-то перетирать, и неважно, с гаджетами или без гаджетов. Поэтому это какая-то мифологема такая, что вот общий большой семейный стол, все поколения за ним собираются. Никогда такого не было. Особенно в одной из самых древних культур китайской старики отдельно, дети отдельно, а чаще всего еще и мужчины от женщин отдельно. Поэтому ничего такого сверхъестественного не происходит. Дети находят ту среду общения, тот способ общения, который удобен им. И тут панику-то бить не стоит. Если подводить какой-то финал, то заботьтесь прежде всего о себе, а не о видимости, о своей. Нужно быть самим собой, а не Жаком Доридой, как говорится. Нужно быть, а не казаться. Так, наша передача подошла к концу, время закончилось, я просто еще хочу сказать, пожелать вам, чтобы ценности ваших деяний, ваших действий, ваших поступков, они были, чтобы вы находили баланс между ценностью ваших переживаний. Можно ничего не делать, что-то случилось, сиди, переживай, а если ты еще эстет, еще эстетически переживай, все, что с тобой происходит, счастливого или несчастного, так вот, конечно, найти баланс между действиями, между деяниями, так сказать, и переживаниями. вот это я и желаю нашим слушателям и нашим зрителям теперь. Между деяниями и недеяниями возвращаясь к китайской культуре, о которой мы еще поговорим. Спасибо вам большое за внимание. Да, всего доброго, до свидания, до следующих встреч. До встречи. До встречи.